Они стали на год взрослее и, наконец, получили свой первый и самый важный жизненный документ. Ученик 149-й школы Тимофей Фролов немного волнуется. Так не переживал даже на соревнованиях, говорит обладатель первого юношеского разряда и зеленого пояса под дзюдо. Это, мне кажется, велика честь быть гражданином такой великой страны, такой могущественной. Волнительный день у Софии Салаховой. Она пришла в Парк Победы вместе с родителями задолго до начала торжественной церемонии. С паспортом Российской Федерации открываются новые возможности, говорит ученица 175-й Самарской школы. Летние каникулы девушка планирует провести с пользой, помогая своей семье. Можно будет работать определенное количество времени. Я поговорила на эту тему с родителями, вот собираюсь летом как-нибудь подрабатывать. Пушкинскую карту будешь оформлять? Обязательно, да. Торжественную церемонию вручения паспортов Российской Федерации провели в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие более 30 самарских школьников, которым исполнилось 14 лет. Ребят поздравили, начальник управления МВД России по городу Самаре, представители Совета ветеранов и общественных организаций. Мне кажется, это, наверное, самый основной праздник нашей страны. Столько людей отдало жизни за то, чтобы мы жили, улыбались, веселились. Я думаю, это самое такое событие, которое мы не забываем. С первым паспортом подросток получает права, которые с каждым годом расширяются и увеличиваются. Так в 14 лет, в согласии родителей, можно устроиться на работу и получить свою первую трудовую книжку. Также открывается преимущество электронных госуслуг, которые можно будет оформить из дома. Торжественная церемония вручения паспортов завершилась в изложении цветов к памятнику павших воинов. Дети и взрослые снова вспомнили о тех, кто ценой своей жизни подарил им мир и возможность быть счастливыми. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.